доброго дня всем друзья сегодня понедельник и начинается трудовая неделя 22 число ноября месяца я уже в икее выгрузил свой товар дали вот загрузку здесь буквально приграничная зона с чехией то есть с левой стороны там буквально ну километра 4 может 5 и граница чехия а именно знойма на городочек вот там самый такой ближний так у нас сопровождает вот такой дождик моросящий едем грузиться скорее всего я уже был на этом предприятии на котором производят на сода сода вот пищевая скорее всего либо лимонная кислота вот я честно не помню что-то вот либо то либо сел понятно и делается все на палетах так как я уже тоже 5 не буду знаю что пусть сеть и нужно увязывать и там каждую палету верхней ну каждые две палеты в ряд привязывать потом выехал на парке 150 метров держаться потом надо сфотографировать это там такая некая процедура такая интересная но так здесь узненько но мы проезжаем да на ябре месяц и за бортом нас плюс 7 как бы не скажешь так так а вот еще один грузовик я возможно этой дорогой и поеду назад скорее всего ты позже вот там выскочить по дорогу который идет при но микулов и вена вот туда еще можно выскочить эту дорогу ну где ближе будет я не знаю мне еще 19 километров ехать до загрузки предприятие большое им производство какое-то вот видите как они выносят специально под границу своего государства это уже я так честно скажу так не раз было замечено какие-то такие более вредные буду сказать так сказать вредные на хотя понятно там идет тоже и система очистки все 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 экология очень следит за этим но подальше старается если какой-то вот предприятие завод делать строить его с нуля то как раз именно вот там по окраинам держитесь левее по главной дороге не знаю чем это обусловлено может быть хозяева покупает данный какой-то участок земли я так думаю что покупается наверно и уже на нем строить такой вот ну так сказать гигант да это не один миллион там не кажется можно все это и оно не одно я так понимаю по стране ай ну не только стране а именно в других местах то есть евросоюза то есть такие вот миллионеры миллиардеры имеют такой вот бизнес крупный вкладывает средства какие-то и впоследствии потом это все так нам ехать в 18 километров что у меня по выходному я так и прервал не знаю видео на том что шашлык жарю мы там с коллегой думал я воскресенье поехать прокатиться ночью так посмотрев в окошко воскресенье утром смотрю так сыро как-то пасмурно как-то все такое и думаю ну че меня туда попривет думаю 10 километров нужно ехать вот и я решил думаю ай поваляюсь как кошак как говорится еще я часиков до 9 это все валялся ну думаю все нужно вставать ну хотя бы размяться хотя бы поставить чай себе там элементарным где-то все я себе сварил вареников с мясом не были вареники так здесь железно так вот принципе вот как-то и денек такой прошел да интернет был да чё-то youtube смотрел так пересмотрел какие-то свои вот видео там последние которые бы выходили там в частности это было любовь закончился там три части что-то там мира по вырезала что-то не так ну короче ладно как есть так есть вот дальше я вот швейцария началась а вот у меня ролики и закончилась только первая часть и там все прервалось на том как впереди у меня контроль был но продолжение понятное дело это вы уже потом увидите ну как это все закончилось как я сутки не знаю я озвучивал то ли нет как я сутки стоял там до штраф пока заплатил так что вот такой в целом принципе все довольно неплохо и да я сварил борщика наконец-то я уже соскучился по нём вот и с чесночком со сметанкой салко какое есть понятно это польское сало будет там с бедронки покупал уже такой есть я повторюсь я с собой ничего не везу потому что не кто-то из коллег везут и как-то прячут где-то хоть кусочек хоть как-то я же посмотрел как это все может быть чересчур все будет платить 250 злотых и во-первых вот на штраф до стоит и плюс еще тебя это все заберут и плюс это же она покупалась дома как бы я не вижу смысла да домашнее может быть вкуснее да конечно такого здесь не купишь там либо же может купишь ну это специально на будет она на каких-то вот базар чеках я не знаю как частное ли они как будто фермер может быть где-то я не такой уже как говорится фанатик чтобы там как говорится я не смогу прожить и дня и недели там без кусочка какого-нибудь ай все нормально все нормально так что покупаем и здесь это все порой здесь да интересное зрители вот как домики все это вот проезжаем каждый вот этого я там а у каждого свое ну не знаю если кому-то в гости зайти вот какой-то домик я понимаю там внутри будет дворовая территория и все то что внутри красиво конечно атака по наружу вроде бы вот эти как улица вроде бы вот так от края такой вот у них здесь так положено либо так же заведено просто некоторые привыкли у себя забор потом дальше как-то это самое там какая-то вот полисадник или чё там такой огородник такой цветочный огородник до называем и дальше потом домик стоит кто-то так кто-то так каждый по-своему но не принципе не принципиально мне вот в этом плане а в целом яс мне даже не нравится вот так все как чистенько красиво так поддержаешь машину вот куда они машинки прячут свои то ли вот так вот здесь карманы есть да вот смотрим раз-два раз заехали а а так наверно на может быть на тротуар ставят ну это вроде бы центр наверное вот здесь какой-то банк может быть так там еще ехать 14 километров не знаю не засекал сколько мы это едем поэтому село и селишко ли это город это вот опять читает кто-то говорит ты там путайся там что не путайся ай для меня такое ну я озвучиваю так как мне это вот как кажется ну а как он на самом деле друзья ну напишите поправить и дай будем знать да ничего страшного это для меня не критично абсолютно и я уже не как-то не реагирую на это очень так мы выезжаем здесь вот а вот какой-то ваш мак что-то нельзя магазина справа заправка слева как это называется насколько опять же мою познание в этом и как я это как читаю так и говорю ваер знать рт для меня может как там там проглатывается это буквально может по-другому как не читается так же самое как здесь облиц управиться потому что ай вот что слева слева чё-то вот бетонируется заливается слева там слева там домик как и с правой стороны балкон как-то все это залилось тесно то есть тесновато вот узненько как-то чехия австрия это же германия какие-то вот свои дни ну германия чуть по-другому как это вот смотришь кто-то скажет а деревьев нету как-то они это самое неуютно нормально просто есть еще вправо-влево там вот такие отросточки как бы это переулки вот эти вот по которым то я не еду но там живут и довольно неплохо мне кажется там тише будет такая более центральная улица проездная я понимаю что здесь конечно не комфортно вот этим жителям жить когда вот с данного предприятия везут и материал и привозят и забирают и вообще принципе этими дорогами и добираются как-то грузовики но чо уж ну как я и говорил то есть я думаю все таки спальни вот именно те комнаты которые для отдыха для ста они внутри вот этого строения должны быть так слева кто-то что-то строит непонятно че вот а снаружи это может быть столовая зала какая-то вот и все хотя свое как-то по-разному едем дальше друзья Австрия и у нас будет доставка в Италию где-то в район в район в район в район сейчас скажу более-менее так в район Милана где-то вот я еще не забивал навигацию сколько километров туда будет так что будем ехать опять же это будет Вена это Грац это Вилла Венеция и Герона и вот вот такой маршрут едем далее ну что друзья подъезжаем мы до предприятия смотрим некоторые самосвалы видите выгрузились я так понимаю они привозили что-то на следующем повороте даже открытая крыша у них ну вернее тент не крыша и впереди вот это вот проекте одну целу 8 десятых километров большое такое вот химпроизводство какое-то смотрим смотрим еще даже да по-моему буряк наверное вот или честно я даже не пойму по культуре ну еще не убрано хотя друзья 22 ноября возможно ждут первых заморозков хотя более не минуток вот такой вот заводик неплохой что у нас у нас справа паркинг мы сейчас заезжаем оттариваемся либо же по-моему надо запарковаться потом идти взять какие-то что-то не знаю ну дальше машиной проехаться оттариться чтобы получить все какие-то документы получить какой-то вейджер наверное и с которым потом через 800 метров будет по звонку или как он срабатыванием надо будет проследовать на то или иное место загрузки ну опять же разным то чем грузится вот я честно не помню как какая здесь процедура сразу то ли не сразу заезжаем на следующем повороте поверните налево наверно может сразу сейчас оттаримся а потом надо будет машинку поставить и так слева и идти там еще в будочку получать там принтер будет распечатывать свои документы загрузочные ну в таком плане ну в таком плане ладно мы прибыли можно было может слева давайте налево сейчас зайдем чекинг там и там можно да чего стоять друзья конечно ошибочка у меня была все таки я рассказываю что это какой-то хемкомбинат и все такое а потом как глянул вот эти вот кучу сахарного курячка и я стал понимать думаю ну какая же химия и что-то я перепутал да загрузился сахаром вот привозят вагонами сюда и его тут же фрактором таким загружает как-то все данный сахарочек буду везти в италию вроде бы как на кока-колу или куда-то я не знаю там на производство какое-то так ну и мы опять не знаю свое или не свое но за рулем сюда сейчас будем отдавать пейджер и потом надо еще сфотографировать что у меня груз увязан что я все увязался и выдадут документ мне лифершайн ацмерку надо самому выписывать пошел я друзья ну вот так вот бывает да это мой косяк так что сори за то что кого-то может быть ввел неудобно это самое ну сахарная промышленность вот здесь заводик и как вроде бы ну это водитель погрузчика сказал что вроде как на кока-колу везу ну не знаю может на какое-то вот кондитерское предприятие возможно еще что-то такое ну короче сахар на палетах мешки я не знаю я не знаю даже по сколько там килограмм они фасуют как-то может по 25 наверное ну все довольно неплохо 24 палеты и 24 тонны вот ну плюс еще как бы сами палеты это вот 24 с половиной общий вес и на весах когда отарился у меня получилось 39 500 то есть под 40 тонн у меня как бы нормально вообще вот так что все мы едем сейчас в левую сторону буквально мы ехали с правой стороны кстати заезжали а сейчас поедем влево трактор мог проехать уже вот понятно грузовик идет за ним легковой хорошо хоть он поворот включил а я помню как-то ехал навигация еще не была у меня перестроена как-то вот карты не обновлены то я где-то вот здесь прямо где-то ехал по полям так сказать не помню ну видео я помню это точно у меня было так что как-то так едем дальше сейчас немного вот друг друга пропустим один второй налево направо справа никого ну и слава богу поехали 45-я дорога вот на синем фоне ну а дальше там на А5 3,1 км ну короче все я думаю Австрия на сегодня для вас закончится ну а мы же едем под Милан у нас практически доставка 970 км движение под Милан так что едем в Венеции вот туда Верона на прессу до новых встреч до новых встреч Продолжение следует...